Всем привет! С вами канал SuperAndroid. Сегодня у нас на обзоре смарт-часы Gligo Watch One. Смарт-часы, дисплей которых выполнен на основе E-Ink, а именно электронных чернил. Помимо всего, часы имеют встроенный кварцевый японский механизм для работы. То есть, часы помимо того, что имеют электронные дисплеи для всевозможных отображений, уведомлений, и имеют основной кварцевый механизм. Давайте посмотрим, что у нас есть инструкция на английском и китайских языках. Кстати, инструкции рекомендую ознакомиться, поскольку в ней расписано, за что отвечают кнопки и какой функционал они выполняют. Вот так выглядят сами часы. К ним мы перейдем немножечко попозже. В комплекте идет зарядка магнитная. Магниты с полярностью. То есть, неправильно подключить часы к зарядке у вас не получится. На тыльной стороне часов есть, соответственно, две клеммы, которым вы подключите. Я получил часы разряженные почему-то. Вот так все цепляется. То есть, обратная полярность часы не подсоединятся. Цепляются, они сразу становятся на свое место. Помимо зарядного устройства в комплекте идет у нас вот такой вот стальной браслет. Часы поставляются в нескольких комплектациях и стоимость их от 99 до 120 долларов в зависимости от комплектации. У меня часы в максимальной комплектации. То есть, встроенный аккумулятор. Да, кстати, извините, не в максимальной, нет дополнительного ремешка. Итак, по часам вес 58 грамм. Выполняется в двух цветах. В черном, как у меня, и стальном. Стекло закаленное. E-Ink сегментированный дисплей. Процессор ARM Cortex-M3. Память 128 килобайт. Датчик пульса. 3DG сенсор. И трехосевой акселерометр. Аккумулятор встроенный 100 мАч. Bluetooth версии 4.2. Также есть вибрация. Ну, я думаю, что параметры вибромотора вам ничего не дадут, если я их назову. Но вибрация довольно-таки сильная и внушительная. По влагозащите, хотя заявлена защита IPX4, производитель заявляет до 3 атмосфер, до 30 метров погружения. Материал браслета, как я уже говорил, нержавеющая сталь, о чем свидетельствует где-то здесь я видел надпись. Да. Вот так вот надпись. Браслет оборудован вот такими вот дополнительными зажимчиками. То есть, быстрое подключение и установка его на часы. Все устанавливается, как видите, просто и быстро. Просто перевернули часы, передвинули зажим. И да, больше времени у меня ушло на снятие пленки с браслета, чем на присоединение его к данным часам. Ну, вот так, как видите, выглядит браслет. Все довольно-таки шикарно. Я поближе поднесу для того, чтобы было видно. Корпус просто шикарно смотрится. Часы, они не толстые. Датчик вот так выглядит. Здесь темная сталь. Крепление, как видите, все смотрится просто шикарно. Ну, и давайте немного о том, что могут эти часы. Они умеют показывать вам звонки, умеют показывать уведомления. Все, что касаемо отображения на дисплее, это только уведомления. Уведомления о звонках, уведомления о электронной почте, уведомления о сообщениях ВИЧАТЬ, анти-лост-потеряшка. Часы умеют измерять ваш пульс, умеют ставить будильник. Напоминание о том, что надо встать, размяться. Напоминание о том, чтобы выпить воды. Напоминание о низком заряде аккумулятора. По управлению часы имеют две кнопки. Это кнопка верхняя и нижняя. По функционалу кнопочек сейчас разберемся. Центральная кнопка, она, это триггер, который, как и в обычных часах, он предназначен только для перевода стрелок. Внизу может отображаться время и дата, в зависимости от того, что вы установите. Так, часы. Вот так выглядит анти-лост, то есть анти-потеряшка. Если вы один раз, извините за громкий звук, если вы один раз нажимаете, часы начинают соединяться со смартфоном и искать их. Помимо всего, в режиме фотографии, эта подфункция отвечает за фото. Это я потом покажу, как работает. Нижняя часть позволит вам длинным нажатием переводить часы в менять дисплей, то есть темный на светлый цвет, и длинненькими нажатиями переключать режимы часов. У них есть режимы спортивный, казуальный, но это все мы рассмотрим в приложении. На мой взгляд, лучше идет переключение все-таки в приложении компаньоне. То есть, как вы понимаете, часы сами из себя представляют, скажем так, более аксессуар, который может, помимо всего, уведомлять вас о том, что у вас какая-то встреча, вот как в данном виде, здесь указана встреча, которая обозначена. Далее, прогресс ваш в спорте. Опять-таки, все зависит от того, какой режим вы выбрали на приложении компаньоне. Вот так все это дело выглядит. Итак, давайте, наверное, все-таки посмотрим приложение компаньон, поскольку оно, на мой взгляд, все-таки играет существенную роль в управлении данными часами. Приложение на английском языке, и разобраться с ним будет довольно-таки несложно. Вверху находится параметр Step Goal, то есть, количество шагов, которые вы должны пройти. Да, сейчас мы отключим режим, то есть, это демо-режим и режим именно по работе. Вверху находится количество и установка шагов, которых вам необходимо пройти. Далее, Screen Color. Цвет темный и белый цвет дисплея на ваших часах. Это все меняется и на самих часах. Отображение нет ничего. Отображение даты и отображение времени в том случае, если вы задействуете несколько вариантов времени. Допустим, вам необходимо знать время в двухчасовых поясах. Далее, акцентирую ваше внимание на том, что вот эти вот ползуночки, они включают дополнительные функции в часах. Допустим, это возможность контролировать входящий звонок. Ну, вот так выглядит звоночек, то есть, видите, идет поступающий звонок. Мы сейчас это дело все сбросим и часы вибрируют и появляется на экране трубочка. Помимо всего, как я уже сказал, приложение можно настроить. Оно будет вас уведомлять о том, что вам пришли какие-либо сообщения, уведомления в мессенджерах, на почту, в Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Все, что здесь поддерживается, тоже будет уведомление. Далее, уведомление о том, что надо размяться, это называется sedentary, время установки через сколько минут, тоже здесь доступно. Напоминание о том, что надо выпить воды, в последнее время это стало очень популярным и многие люди уделяют внимание своему здоровью, поэтому они сделали и дополнение о том, что необходимо выпить воды. Напоминание о низком заряде батареи. Smart Alarm это будильник, который можно установить на несколько дней, задать можно несколько будильников, все работает по вибрации. Антипотеряшка, антилост будет свидетельствовать о том, что, я уже показывал, если у вас разорвется соединение, тогда будет уведомление о том, что часы потеряли соединение с вашим телефоном. Ну и, как я уже говорил и показывал, это поиск мобильного телефона, здесь можно выбрать рингтон. How to use, здесь все ясно. В общем, основные функции, понятно, они, в общем-то, настраиваются с приложения. Далее, основное окно выглядит вот так. Здесь первое, что идет, это режимы. Первый режим это пидометр, то есть шагомер. Второй режим сна. Третий, хейтрейд монитор. Давайте остановимся на не этих режимах. То есть прогресс, как я уже говорил, вашего движения, он будет показываться как на дисплее вашего Android-устройства, если вы выберете соответственный режим, так и будет показываться, соответственно, в шкале, вот в этой вот, где будут выноситься количество пройденных шагов. Далее, помимо всего, я определюсь и скажу сразу, что нажав на вот этот вот плюсик в приложении, вы сможете дополнительно устанавливать определенные напоминания и часы на дисплее будут вам напоминать о том, что у вас есть определенные задачи. Опять-таки, все зависит от того, какой режим вы выбрали. То есть переключение режимов, как вы понимаете, производится нижней кнопочкой и часы на это реагируют. В инструкции написано, что для того, чтобы активировать эти режимы непосредственно нижней кнопки часов, надо нажать на нижнюю кнопку и удержать ее ненадолго. И тогда будут переключаться режимы, но я думаю, что все-таки удобнее это делать из приложения. Далее, здесь же есть функция фото. Переключившись на фото, вы сможете делать снимки. Снимки делаются, опять-таки, верхней кнопкой часов. Сейчас я вот так положу телефон, чтобы было понятно. То есть вы нажимаете и делается снимок. Установили на штативчик, сделали снимочек. Это что касаемо спортивного режима. И здесь же, как я уже говорил, есть режим переключения ваших часов на всевозможные режимы. Это бизнес, это спорт, это казуальный режим и режим экономии. Следующий монитор сна. Ну, я в часах пока не спал. Я думаю, что они будут показывать все верно. И, помимо всего, есть возможность измерения пульса. Как это все дело будет выглядеть. Мы сейчас просто положим часы. Да, вот я наговорил на какой пульс. Сейчас идет измерение. Я думаю, что на часах видно, что есть сердечко. И параллельно идет измерение вашего пульса. Чекинг. Нажимаем. И данные, как видите, заносятся в нижнюю таблицу на часах. Об этом уведомляет пиктограммка измерения вашего пульса. И, помимо всего, по длинному нажатию на верхнюю кнопку, вы можете промерить свой пульс, не прибегая к приложению компаньона. Вот так все это дело выглядит и работает. Идет измерение пульса. В основном, все подфункции и все отображение есть в именно приложении компаньоне. Поскольку на него все и завязывается. На сами часы выводятся лишь в зависимости от выбранного режима дополнительные параметры, которые вы задаете на вашем смартфоне. На мой взгляд, часы больше презентабельные и выглядят как аксессуар. Использовать в плане спортивных, я думаю, что это, ну скажем так, не камильфо. Они не годятся для спортивных часов. Но если вы хотите иметь стильные часы, с шикарным дисплеем, с продолжительной автономностью, с возможностью устанавливать будильниками, отслеживать свои напоминания, контролировать свое здоровье, то я думаю, что эти часы для вас будут самый нужный выбор. На этом, в принципе, можно и заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!